Всем привет, ребята! И сегодня настал самый главный день в жизни каждого, наверное, американца. Называется 4 июля, aka День независимости Америки. Я думала о том, как я буду праздновать этот день где-то с моего приезда в Америку, потому что 4 июля во всех песнях, во всех фильмах все об этом говорят, все американцы просто такие «Уху, День независимости!» Но я никогда сама не была в Америке в этот день, и вот сегодня я экспириенсю, настоящий американский экспириенс. Как обычно, по старой доброй традиции, когда наступает какой-то праздник, все резко испаряются. Ой, Белочка. Смотрите, у меня Белочка. У меня прям в окне. Белочка. Привет! Это немножко о том, как я умею на чем-то концентрироваться. Короче, я только найду друзей, переезжаю в другой город, опять друзей нету, опять надо их искать. Да, но у меня здесь есть друзья в LA, но мы с ними встречаемся вечером. Что делать днем, я не знаю. Я хотела какой-то такой прям американский экспириенс. Но я знаю, что весь город едет на пляж. Весь. Я просто все поедут на пляж. Поэтому я не поеду на пляж, скорее всего. Во-первых, потому что у меня нет машин туда долго добираться. Во-вторых, потому что там будет весь город, собственно. И я написала в фейсбуке пост о том, что типа мне не с кем праздновать 4 июля, кто хочет куда-нибудь выбраться. Мне написало несколько девчонок. Как бы так я ни с кем вроде не договорилась. Короче, непонятно, что будет. Мы импровизируем. А мы сегодня идем вот с моими друзьями русскими, которые тут в LA. Мы идем смотреть салюты к чуваку, который живет в моем районе. Так что посмотрим. Потому что каждый год на 4 июля вся Америка в салютах. И да. Вот такой вот прикол. Как обычно, беру вас с собой. Показываю, как американцы праздную этот прекрасный день. Мой любимый муд. Переодеваться по 300 раз на день. Мне надоел тот лук. Я решила надеть новый. Короче. Я сейчас иду в наш типа мини-торговый центр. Здесь у меня в моем районе, в Голливуд. Вот. И потом, как оказалось, ехать просто немного у LA. Если у тебя нет машины, ты либо передвигаешься на ногах, либо общественный транспорт. Общественный транспорт, если это, например, метро, там вообще опасно. Да лучше не спускаться. А в автобусе, типа, можно передвигаться на автобусах, но они ходят просто раз в час. Очень медленные. И, короче, дорога занимает всего полтора часа до точки. Короче, без машины очень тяжело. Мы списались с девочкой, которая с фейсбука. И эта девочка мне, типа, отправила список вечеринок, которые есть. И одна была прямо рядом со мной здесь. И она бесплатная. Поэтому мы пойдем туда. Сейчас я хочу. Мне нужно купить парочку вещей. И я надеюсь, что магазины сегодня открыты. Короче, я пришла в ближайший торговый центр. Какого-то особо праздничного вайба нет, если честно. Просто все гуляют, шопятся. На этом все. Моя любимая. Перееденемся, собственно говоря, еще один раз. И сейчас еду на эту пол-вечеринку. Вечеринку с бассейном. На которую меня позвала эта девочка с фейсбука, которую я не знаю. Короче, все в лучших традициях. Я уже, если честно, не хочу никуда идти. Но я думаю, уже надо сходить. И если мне не понравится, я просто приду домой. Раз она, типа, недалеко от моего дома. Как бы, собственно, ничего говоря. Надеюсь, не потеряю. Ой, короче, мы с этой девочкой простояли два с половиной часа в очереди, чтобы попасть на вот эту вот прекрасную вечеринку с бассейном. Когда мы уже стояли близко к концу очереди, к нам просто подошла девушка и такая говорит, а можно как бы встать к вам? Я вам куплю напитки. И, в общем-то, они встали целой компанией к нам, купили нам напитки и мы тусили все вместе. По итогу, кстати, у меня вообще почему-то оказалось два напитка. И так-то в этой вечеринке вообще не было ничего особенного. И мне так было стрёмно ко всем подходить, потому что со мной была эта девочка, которая была не сильно общительная. И, короче, я вообще была неудовлетворена. Ну и, короче, с корабля на бал я поехала на вторую вечеринку домой к знакомому моих друзей. Это была вечеринка более спокойная. Тут было немного людей. Мы просто сидели и разговаривали, ждали, пока стемнеет, чтобы можно было смотреть салюты. Саш, для влога. Вот такой вот прекрасный. Вот такой вот Голливуд. Вот такой вот Лос-Анджелес. Вот такой 4 июля. Еще одни треки. Ребята, я вообще... Все, началось, ребятки, шоу для богатых. Танис чека, который переехал в Америку. У меня просто Татего июля. У меня хочется Татего. У меня хочется Татего. Убивай. Убивай, у тебя. Убивай. Убивай, у тебя. Убивай. Ну, вот так вот заканчивается 4 июля, как бы русские сошли с ума на День независимости. Все, ребята, я добралась до дома. Конечно, очень весело закончился этот прекрасный вечер. На самом деле, ничего, до сих пор пулять салют. Сегодня, короче, не произошло ничего такого особо экстраординарного. Как все будут покупать с американским флагом, все будет слушать Майли Сайрус, ничего такого не было. Просто, типа, вечеринки. Ничего такого особенного. Короче, поэтому, да, ну, такое 4 июля. Возможно, следующие будут как-то поинтереснее. Буду заканчивать это видео. Завтра первое занятие в 8.30 утра. Пишите, как вам на 4 июля в Америке. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, подписывайтесь на мой Инстаграм. И увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok